Итак, друзья, все, сегодня третья глава, переходим к изучению Мишлей, Каэлит, Экклезиаст. Мишлей – это книга, притча царя Соломона, книга о том, как надо жить в этом мире. Именно конкретно как. Там ответы на ежедневные наши вопросы, как жить в этом мире, как поступать, как действовать, как вести себя с друзьями, как вести себя со Всевышним, как вести себя с женой, с мужем, с партнерами, с царем, с влиятельными людьми. Ответы на все вопросы, с деньгами. Каэлит – это книга о смысле жизни. А зачем все это? Вот а зачем? Ну, должен же быть какой-то глобальный взгляд, глобальный смысл. И вот мы уже дошли до третьей главы. В третьей главе книги Каэлит, она знаете сколько? 22 отрывка. Поэтому мы сейчас прям четенько идем, 22 отрывка, чтобы все успеть выучить. Итак, первый отрывок говорится так. Для всего есть свое время и свой срок. Для каждого предмета и для каждого желания слово хефец – это предмет, и слово хефец – это желание. Тахаташамам – под небесами. Значит, уже этот первый отрывок можно целых 30 минут говорить только о нем. Здесь есть понятие время и срок. Есть время продолжительное. А срок – это момент. Срок – это вот этот момент наступил. Вот срок – это момент. Это наяврите. Зман – это время. Например, сколько ехать до Нью-Йорка? Ехать до Нью-Йорка месяц, плыть на пароходе, или лететь 8 часов до Нью-Йорка из Иерусалима, из Израиля. Это время полета. А к какому сроку вы туда приедете? Мы приедем туда, например, 1 октября. Это срок. Понятна разница. Теперь у каждого предмета, и почему-то одно и то же используется слово «предметы желания». Откуда появляются предметы в этом мире? Почему вот эта вот чашка, она не рассыпается? Ведь в ней же есть атомы, электроны. Они летают. Она на 99% пустая, потому что между атомным ядром и электронами, которые летают, пустота. Почему она не разлетается? Что ее держит в виде чашки? Ее держит в виде чашки желание Всевышнего, чтобы она была вот такая. То есть все законы, все процессы в этом мире, они все существуют, потому что есть желание Всевышнего. Или если вы спросите, а почему ваша жизнь, она не рассыпается? Или наоборот, кто-то может спросить, а почему моя жизнь рассыпается? Ответ точно такой же. Жизнь рассыпается или не рассыпается, или собирается, в зависимости от вашего желания. Этим мы уподобляемся Всевышнему. Человек своим намерением, своим желанием, он удерживает, например, свои убеждения, правила, ценности, принципы. И вся его жизнь настроится, исходя из его правил, принципов, из того, во что он верит. Но почему он в это верит? Да он хочет верить. Если бы он захотел по-другому, было бы по-другому. Вот это вот желание, оно и устанавливает все пределы жизни человека, все границы. А желание Всевышнего устанавливает границы этого мира. Теперь второй отрывок. Эт ла ледет в эт ла муд. Есть время рожать и есть... Не время, срок. Есть срок рожать и есть срок умирать. Срок садить и срок выкорчевывать. Посаженное. Значит, здесь я не буду глубоко выходить, но есть очень важный такой момент. Вот есть ли срок у человека, его жизни или нет? И этот срок, который есть, можно ли его продлить или его нельзя продлить? Или душа приходит в этот мир на определенный срок? Это все большие вопросы. Но мы знаем, что есть срок. Надо помнить, что есть у каждого свой срок прийти в этот мир и уйти из этого мира. Теперь, когда говорится про насаждение, здесь есть такой очень глубокий комментарий. Речь идет о частной жизни человека и о общественной жизни. Бывает, человек очень хороший, но то место, в котором он жил, с дома Амора. И все стерто. Бывает, что человек очень хороший, но он родился в такой стране, в которой нет медицинского обслуживания. И в этой стране люди живут меньше, чем в другой стране. Но у человека-то конкретно есть его личный выбор. И где жить, и как жить, и во что верить, и куда поехать, и куда переехать. До определенного момента. Потому что, когда приходит срок, что какой-то стране, какому-то месту, да, уже пришел срок заканчиваться, извините. Срок убивать и срок лечить. Срок левродс и срок левнот. Срок разрушать и срок строить. Здесь то же самое. То есть, этот мир, он очень цикличный. Эта цикличность, она зависит не от нас. Она зависит от процессов, которые идут помимо нас. Это надо знать. Весна наступает в любом случае. Потом за весной идет лето. За летом идет осень. За осенью идет зима. Жить человека. Он молодой, потом зрелый, потом взрослый, потом стареет, потом умирает. Есть процессы. Есть кризисы экономические. Есть кризисы. Ну, в общем, есть на все свой срок, говорит царь Санамон. Вот тут четвертый отрывок очень примечательный. Четвертый отрывок говорит так. Срок плакать. Так, что же он выбивает? Срок плакать. Хотя это очень важный момент. Четвертый отрывок третьей главы Экклезиаста. Запомните это место. Будете чудеса показывать людям. Срок плакать и срок смеяться. Срок говорить эспет. Эспет это когда кто-то умер и о нем говорят скорбящие, разные хорошие вещи. И срок танцевать. Значит, начало отрывка. Есть срок плакать и срок смеяться. Есть очень два таких замечательных момента в календаре, которые принципиально влияют на всю жизнь еврейского народа и всего мира. Первый срок это срок 9 ава. 9 ава это день разрушения первого храма. День разрушения второго храма. Оба храма были разрушены 9 ава. И в этот же самый день 9 ава, когда народ Израиля подошел к земле Израиля, после выхода из Египта, после дарования Торы, и послали разведчиков. Помните, они послали разведчиков. 12 человек пошло. Вернулись разведчики. Двое говорят, и ушел Абинун, и Калев Бен-Ифуне. Мы зайдем в землю Израиля, Бог с нами. Десять говорят, мы не зайдем. Мы посмотрели на эту землю, люди великаны, люди там кладбища, какие-то эпидемии, все. Мы не зайдем, сказали десять. И весь народ Израиля тогда стоял после дарования Торы, после перехода через море, после выхода из Египта, после десяти казней. И они все стояли, и что? И они начали плакать. Все они начали плакать. И это была ночь плача без причины. Они плакали чисто от стресса, потому что они боялись, и они боялись, и они же не знали, как будет. Но они проявили неверие. Они проявили неверие во Всевышнего. Они боялись, как будет, и плакали по поводу своей, вот этого вот ментального своего страха. Всевышний сказал, все, они не зайдут в землю Израиля. Раз после всего, что я для них сделал, они продолжают не верить. Значит, они не зайдут в землю Израиля. Повернул их на сорок лет в пустыню. И сказал, вы в эту ночь плакали без причины. Теперь, когда будет причина плакать, это все будет у вас девятого ава. Это время как раз будет время скорби. Время плакать девятого ава. Срок плакать девятого ава. И это день плача, когда весь народ Израиля рыдает, и сидят возле, прямо на земле, скорбят и так далее. Срок плакать. Теперь срок смеяться. Когда же на срок смеяться? Значит, срок смеяться – это день избавления от рабства, день избавления от теснины. Все, кто учат Тору, знают, что это день – это день Песах. Это день Песах – это день, когда… Песах – это как исход, прыжок, исход из рабства, исход из теснин. Теперь, что интересно, вот если вы обратите внимание и посмотрите календарь за любой год, то день недели, на который выпадает девятая ава, день плача, в тот же день в этом году будет день, когда Песах – исход из Египта, когда мы празднуем пасхальную ночь, исход из Египта. Так получается, что в любой год, каждый год, Песах и девятая ава – в один и тот же день недели. Срок, есть срок плакать – это девятая ава, и срок, значит, срок смеяться. И что интересно, то есть так устроена мировая вся система, что оно выпадает автоматически на один и тот же день недели. То есть мы не видим закономерности, но они есть, закономерности они есть, во всем мире есть, и все это работает по системе. Все это работает по системе, и когда ты хочешь увидеть эту систему, когда у тебя есть, так, отлично, всему свой срок, как говорится, значит, должно было так произойти, чтобы именно в этот самый момент, именно в этот самый момент должно было так произойти, чтобы оно отключилось, и потом опять подключилось, и потом опять подключилось. Все, оно подключилось, и надеюсь, что сейчас все заработает снова. Ну, значит, заработало, заработало. И это жизнь, это нам специально, специально, или так происходит, Всевышний нам показывает такую интересную вещь, что Всевышний нам показывает такую вещь, что жизнь, она так устроена, что есть какие-то вещи в жизни, которые от нас вообще не зависят. То есть это вот, я думаю, что это классная иллюстрация к этому моменту, к этому уроку, что жизнь как такова, она от нас, результаты от нас не зависят. Но наши действия и наше особенное состояние, наше состояние душевное, оно зависит на 100% только от нас. И об этом вот очень важно всегда помнить, что внешние результаты, внешние обстоятельства, всему свой срок, всему свое время, и это не зависит от человека, но его действия, его особенно, его мысли, его слова и его действия зависят от человека. И об этом как раз у нас и есть ответственно за свои действия, в первую очередь за свои мысли. Как ты думаешь, вообще, даже Всевышний туда не вмешивается, как мы учили в Мишле, что для Адама арахот лев, для человека тропинки его сердца, а от Всевышнего Маанелла Шоу, например, от Всевышнего уже слова языка, ответ языка, то, что будет уже дальше, или там Мицедегерс шади человека, это уже от Всевышнего, да. Вот это вот и полагайся на Всевышнего, да. Вот вера во Всевышнего, это тоже твое. Это 100% твое полагаться на Всевышнего, это 100% твое. И это одно из самых важных действий, которые человек может сделать, потому что тот, кто верит, он включает совершенно другую жизнь, другую реальность. Тот, кто не верит, он включает другую реальность. То есть, то же самое, действие. Человек верит, что надо это сделать, он сделает. Если он не верит, или верит, что надо сделать другое, он тоже сделает. Вот про модем, например. Если я поверю сейчас, что надо поменять модем, я поменяю. А если не поверю, не поменяю. Все. Понятно, да, идея? Хорошо, двигаемся дальше. Пятый отрывок. Срок разбрасывать камни и срок собирать камни. Срок обнимать и срок отдаляться от обнимания. Значит, здесь тоже самое идет. Здесь идет намек в глубину про строительство храма. Разбрасывает камни. Два храма было разрушено. Камни были раскиданы. Еврейский народ ушел в изгнание в Рим. И вот этот Колизей был построен как раз через несколько лет после разрушения Второго Иерусалимского храма. Кем был построен? Евреями, которых угнали туда в рабство. И вот эти вот римляне, которых сейчас там Вау, Рим, они просто были головорезы, грабители, которые забирали в рабство детей, насиловали женщин и мужчин, кстати, тоже. И, значит, они потом их кидали, этих вот гладиаторов и рабов кидали в этот Колизей и туда львов пускали, чтобы эти львы их съедали у них на глазах. Они сидели, смотрели, семьями приходили смотреть в цирк. Да, это у них называлось. Ну что, пойдем в цирк? Пойдем. А что сегодня показывают? Да, показывают, как едят, значит, рабов пригнали сегодня, рабов наши солдаты, там, из Израиля. А завтра откуда? А завтра из Германии пригнали. А еще откуда? Откуда это еще? Понятно, да? Это были римляне такие. То есть это все головорезы, живодеры, все эти мукдоны, римляне и так далее. Дальше говорит нам, говорит нам дальше шестой отрывок. Время просить, срок просить и срок терять. Не просить здесь срок искать и срок терять. Срок сохранять и срок выбрасывать. Срок разрывать и срок сшивать. Срок лякшот и срок ледобер. Есть срок молчать и срок говорить. Я помню, тут был такой интересный комментарий один, когда пришел один очень мудрый человек. Он пришел в реформистскую синагогу. И выступал реформистый Раф. Это, ну, так называемый Раф, там, женщины могут быть Рафами. Что-то рассказывал, такой, типа, свой взгляд на иудаизм, который они назвали почему-то реформистским иудаизмом. Хотя это логическое противоречие. Есть иудаизм, и все, что не иудаизм, оно не является иудаизмом. Это что-то другое. Нельзя назвать квас реформированной кока-колой. То есть можно назвать квас реформированной кока-колой, но этого не будет кока-колой. Это квас. То же самое, те, кто называют реформистский иудаизм иудаизмом, это не иудаизм, это квас. В общем, пришел он в такую синагогу. Как-то так получилось, что он там оказался. И этот их раввин в кавычках выступал, что-то рассказывал. И этот рэбэ подошел к нему, ну, и говорит мудрец, вы знаете, говорит, я вот благодаря вам понял вот этот вот отрывок, седьмой отрывок из третьей главы Экклезиаста. Тот говорит, что именно вы поняли, так удивился, думает, вообще я в жизни не читал ни Экклезиаст, ни комментария к нему. А тут вдруг из моей речи он понял такую мудрую книгу. А этот мудрец ему говорит, вы знаете, вот написано, например, в каждом отрывке срок просить и срок терять. Между просить и терять есть очень много стадий разных, да? Ну, например, чуть-чуть хотеть, меньше хотеть, отложить, а потом потерять, да? Ну, то есть есть много стадий. Между разбрасывать камни и собирать камни тоже есть много разных стадий. Я, говорит, не мог понять в седьмом отрывке, а что есть между молчать и говорить? Между молчать и говорить нет же ничего. Или молчать, или говорить. Что есть между молчать и говорить? Говорит, а сейчас благодаря вам я понял, что можно говорить ни о чем. Он говорит, можно говорить, а смысла там, как будто бы вы молчите. Так он ему, ну, подколол его, да? Это такой троллинг 80-го левела. Говорит, я понял, что здесь между молчать и говорить? Это говорить, но в котором нет смысла никакого, как будто бы это молчание. Теперь, восьмой отрывок. Время любить и время ненавидеть. Я чуть-чуть спешу, потому что мы, кстати, в 30 минут я хотел уложиться. Восьмой отрывок. Время любить, время ненавидеть. Время войны, время срок мира. То есть, я вам говорю, 100%. Вот, 100% даю. Война, которая сейчас идет, как и любая другая война, закончится. Она закончится. Подумайте, представьте, она закончилась. И в тот момент, когда она закончится, вот просто посмотрите на ситуацию с той стороны, да? В момент, когда закончится, когда опять будет мир, когда все будут опять обниматься и говорить миру мир, когда вернутся все компании в Россию, потому что они там продавали на сколько, да? То есть, этот момент наступит. Это сейчас его нет. Но работает Китай коммунистически с Америкой и так далее. То есть, посмотрите на ситуацию с этой стороны. 3000 лет написано, что есть время войны и время мира. Есть время ненавидеть и время любить. Девятый отрывок. Дальше он продолжает с девятого отрывка. А что польза человеку, который делает, от того, что он делает? И он говорит, увидел я тот аспект, который Бог дал людям для того, чтобы их изнурять. Изнурять. Но есть второе объяснение. Это один из моих любимых отрывков вообще в Каэлике. Очень много объясняющих. Значит, в десятых отрывок звучит так, что Бог дал каждый аспект, каждое событие в жизни человека, Он дал для того, чтобы ля-анод Бог. Ля-анод – это два значения. Изнурять. Это как измываться. Да? И второе значение – отвечать. Теперь в этом скрыто вся… Там разговоры про карму. В этом скрыто все, что там про бумеранг, про фильм «Секрет». Все в одном этом отрывке. Значит, каждое событие, которое приходит на человека – это ответ, ответочка на его предыдущие мысли, слова и действия. Если это событие изнуряет человека, оно дает ему страдания, значит что? Значит, его прошлые действия привели его в этом направлении. Это то, что называют карма на Востоке. Теперь, если человек действует правильно, он праведник. Действует правильно – праведник. Что такое правда, правильно, истина? Это то, что Бог назвал истиной. Есть некая объективная реальность, которая не зависит от мнений людей. Там вот кто-то думает так, надо кто-то думает так. Есть объективная реальность. Праведник, он действует по тому, как Бог сказал действовать. Получается, что когда он действует правильно, и Всевышний ему дает какие-то ситуации в жизни, это ответ на его действия. И в этом случае включается леонот, значит, отвечать на молитвы. То есть, что происходит? Человек, например, не дай Бог, он заболел. Почему он заболел? Он как-то не так действовал. Что он начинает делать? Он страдает. В этот момент он начинает делать новые действия. Есть, вы скажете, а что? Вот он же страдает. Есть, например, целая система. Рав Шалумаруш, сад благодарности. Он говорит, надо благодарить. Ну, нормальный человек, нормальный, который привычная логика. Он скажет, за что благодарить? Если я там, не дай Бог, ногу сломал, попал в аварию, мне за это благодарить Всевышнего? Рав Шалумаруш говорит, да, да. Человек говорит, а зачем? Ну, это же бред какой-то. Мне плохо, у меня страдания, у меня все в жизни плохо. Рав Шалумаруш говорит, благодари, благодари Всевышнего. Как он это объясняет? Он говорит, если ты благодаришь Всевышнего, у тебя меняется вообще полностью твое мировоззрение. И когда ты благодаришь Всевышнего, то он тебя открывает, как правильно действовать. Потому что благодарность Всевышнему, это первое правильное действие, это фундамент всего. И он тебя в заслугу вот этой благодарности, у тебя вдруг иммунитет поднялся, у тебя вдруг люди начали тебе помогать, вдруг ты такой сияющий. Они к тебе приходят, говорят, слушай, научи нас, у нас все в жизни хорошо, мы в депрессии, на антидепрессантах. А ты весь поломанный, переломанный, и ты такой счастливый, вообще научи, как, что, где. Жизнь меняется. То есть твоя реакция, это 100% твое. События твоей жизни, это ответ на твои предыдущие реакции. Хочешь, чтобы завтра было хорошо, начни благодарить сегодня. Так он говорит. Все в жизни, это ответ на твои действия. Дальше, 11. Все сделал он прекрасный в срок. И весь этот мир, гамет аулам, пишет он, слово улам, весь этот мир, он пишет без вава, в написании, как неполное написание. Мр, как бы без и. И весь этот мыр без и, то есть кусочек мира, он дал в сердца людей, без того, чтобы нашелся человек вообще в мире, который видит все Ама-Ассе, все действия, он видит всю эту цепочку причинно-следственных связей, которые сделал всесильный Мирош Ваадасов от начала до конца. Он говорит, мы каждый живем в своем ограниченном мыр, без и. Мир те, в котором мы видим только кусочек, маленькую замочную скважину своего знания о мире, своего восприятия мира, своей памяти, своего опыта. Мы видим не мир, мы даже близко мир не видим. Мы даже мыр не видим без и. Мы только видим мы, может быть, начало этой буквы мы, и р мы тоже где-то можем только чуть-чуть увидеть. Говорит, нету человека в мире, который бы видел все мироздание от начала до конца, который видел бы все причинно-следственные связи, который мог бы сказать, почему праведнику плохо, и почему есть праведник, ему хорошо. Вот злодей ему плохо, вот злодей ему хорошо. Весь мир, олам, в полном написании, мироздание, есть только восприятие Всевышнего. Мы все только вот смотрим каждый в микроскопическую дырочку, но своим взглядом, так как в нас есть вот эта сила творить и соединение со Всевышним, мы очень сильно влияем. Каждый человек из 8 миллиардов шлет сигналы в общую какую-то картину и шлет сигнал на 99,9% определяющий, что будет с вами. Это мы шлем сигнал своими мыслями, своими ожиданиями, своими словами, своими действиями, своей верой. 12 отрывок. «Знал я, что нету никакого другого добра в жизни, а только радоваться и делать добро в жизни своей». Вот на этом я закончу, потому что уже 30 минут прошло, мы всего лишь на 12 отрывке. Зайдите, почитайте, я открыл полностью все комментарии на Куэлит, открыл. Мы сейчас готовим эту книгу к изданию, поэтому вы дальше можете дочитать до конца главы. Но я на этом хочу остановиться. Царь Соломон, мудрейший из людей, сказал, «Знаю я, что нету добра другого в жизни, а только радоваться и делать добро в жизни своей». То есть человек, который хочет, чтобы его мир, внутренний мир, внешний мир, глобальный мир, его вечный мир, чтобы все было наполнено добром, он должен сам внутри выбрать добро. Выбрав добро, он должен вначале, первое, благодарность Всевышнему, благодарность себе, благодарность – это начало добра, благодарность – это первая стадия добра. Если ты благодарен, то у тебя уже внутри включается добро. Дальше, благодарность людям, спасибо, люди вокруг, никто тебе ничем не обязан. Если кто-то тебе делает что-то хорошее или делал, скажи всем спасибо, и ты увидишь, как потом начинает, включается эта цепочка. Благодарность включает хорошее настроение, хорошая благодарность людям встречает хорошее отношение. Благодарность – добрые дела включают ответные добрые дела. То есть начни, стань производителем добра, и Всевышний ответит тебе. Но, как в душе, если ты сейчас пришел в душ и говоришь, «Всё, вода течет холодная, мне плохо», значит, берешь, поворачиваешь ручку, начинает течь вода, какая горячая. Сразу течет горячая, не сразу, продолжает течь холодная, потом начинает течь горячая. Точно так же, когда ты начинаешь делать добро, вот этот процесс, который ты же получаешь отдачу за свое прошлое время, и сейчас самый лучший способ перейти, самое лучшее время перейти на благодарность, добро, добрые дела, потому что сейчас 10 дней раскаяния между Роша Шана и Йом-Кипуром – это специальное время для пересмотра своей жизненной позиции, для пересмотра того, кто ты, как ты воспринимаешь себя и мир. И в момент вот этого пересмотра в Йом-Кипур производится последний МРТ души, тебя просвечивает рентген души, и, значит, Всевышний смотрит, был он такой человек не очень хороший, а сейчас он вообще-то садик вообще. Всевышний говорит, ну класс, отлично, пусть у него будет год хороший. Я вам желаю, чтобы был у вас год хороший, у нас был год хороший, чтобы мы были все веселые, радостные, счастливые, благополучные, благодарные, 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 и чтобы наступил мир в мире, чтобы закончилась война, чтобы все вернулись домой здоровыми, и чтобы был мир, добро, свет, счастье, радость, любовь, и все хорошо. Все, до завтра. Продолжение следует...